доброго времени суток сегодня я покажу вам как вязать вот такой вот мотив сердечком на основе бабушкиного квадрата вот его аккуратненько изнанка вяжется очень легко полностью состоит из столбиков с накидом единственная сложность это постоянная перемена нити но я вам покажу и расскажу как это делается для вязания такого квадратика нам понадобится два цвета пряжа я использую зеленый от yarnart джинс номер цвета 82 здесь 50 граммах 160 метров и коричневый у меня пряжа gazelle baby cotton 50 грамм 165 метров цвет 3436 эта пряжа примерно одинаковая по толщине поэтому я не боюсь использовать ее в одном изделии для этой пряжи я использую крючок номер три но вы подбирайте крючок по толщину вашей нитки и ножницы приступим наше вязание начинается середины квадрата поэтому начиная вязать и цветом которым будет у нас наше сердечко беру нашу нитку начинается вязание с кольца амигуруми я использую двойное кольцо чтобы наша серединка точно не распустилась я оставляю кончик подлиннее накладываю рабочую нитку на указательный палец и теперь просто кончик нитки вот таким вот образом я накладываю тоже на палец вот просто заворачиваю делая такую петлю придерживаю большим пальчиком чтобы это все не развалилась и повторяю еще раз кончик нитки также по кругу просто накладываю уже на наше колечко вот что у нас получается придерживаемся большим пальчиком чтобы не развалилась берем крючок вставляем в получившиеся отверстия захватываем рабочую нитку и вытягиваем из нашего кольца подхватываем пальчиком держим еще раз захватываем рабочую нитку и вытягиваем из петли на крючке все наше кольцо амигуруми готова но до сих пор у нас конструкция нестабильная поэтому советую придерживать все крепко большим пальчиком теперь мы делаем 3 воздушные петли 1 2 3 эти три петли будут нам заменять первый столбик с одним накидом теперь вот в это кольцо нам нужно провязать два столбика с одним накидом я делаю накид ввожу крючок в наше кольцо захватываю рабочую нитку вытягиваю из кольца у нас три элемента на крючке захватываю рабочую нитку протягиваю через два элемента два элемента на крючке остается захватываю рабочую нитку и протягиваю еще через два элемента первый столбик с одним накидом готов осталось провязать еще один накид ввожу в кольцо захватываю нитку вытягиваю с кольца захватываю рабочую нитку через два элемента провожу захватываю рабочую нитку провожу через оставшихся два элемента и так вот что у нас получилось 3 воздушные петли которые у нас заменяют 1 столбик и 2 столбика с накидом теперь мы делаем 2 воздушные петли 1 2 теперь делаем пучок из трех столбиков с одним накидом накид ввожу достаю нитку через 2 через 2 1 столбик готов второй столбик готов и 3 и опять две воздушные петли первый ряд у нас полностью состоит из таких пучков 3 столбика с одним накидом 2 воздушные петли и так мы повторяем 4 раза вот у нас первый раз мы уже провязали второй раз мы провязали и осталось еще два делаю пучок из трех столбиков с одним накидом и две воздушные петли так третий пучок у меня готов и последний первый столбик второй столбик третий столбик и завершаю двумя воздушными петлями потягиваю петлю на свой крючок и смотрим что у нас получилось вот у нас первый пучок который состоит из трех воздушных петель и двух столбиков с одним накидом 2 воздушные петли далее пучок из трех столбиков с одним накидом 2 воздушные петли 3 столбика с одним накидом 2 воздушные петли 3 столбика с одним накидом 2 воздушные петли вот 4 повторения мы сделали теперь нам нужно замкнуть наше кольцо для этого я нахожу наш кончик который идет из серединки тянула него и сейчас одна из вот этих двух ниточек начнет движение вот это вот нитка у меня начинает уезжать становиться короче вот она стала заметно короче 2 у нас остается такой же длинный я беру за эту короткую нитку и просто ее до конца подтягиваю таким образом наше кольцо закрывается вытягиваю полностью вот наше колечко закрылась и теперь чтобы убрать эту петлю я тяну за оставшийся наш кончик и нитка уезжает вот что у нас получилось я возвращаю крючок в нашу петельку и теперь мне нужно сделать соединительный столбик в третью воздушную петлю в начале этого ряда мы делали сами три воздушные петли я нахожу их вот они у меня следующие по ходу движения вот нахожу третью она у нас перед красивым ровненьким одним столбиком вот у меня столбик и вот над ним две дужки петли и прямо перед ним у меня третья воздушная петля я просто ее прокалываю насквозь крючком захватываю рабочую нить протягиваю через эту петлю и протягиваю через петлю на крючке у меня появился соединительный столбик первый ряд у нас полностью завершён делаем второй ряд каждый ряд у нас будет начинаться с трех воздушных петель 1 2 3 теперь я нахожу следующую петлю которую нам нужно провязать вот у меня три воздушные петли над тремя воздушными петлями предыдущего ряда и так будет в каждом абсолютно ряду и вот у меня следующий столбик и вот над ним две дужки я делаю накид и вот под эти две дужки над столбиком я делаю столбик накид следующий столбик мы будем провязывать в абсолютно каждую петлю предыдущего ряда не пропуская теперь у нас идет угол большая арка из двух воздушных петель в предыдущем ряду и каждый угол у нас будет выполняться таким образом я делаю накид на крючок ввожу крючок в эту арку захватываю рабочую нить провязываю обычный столбик с одним накидом накид еще один столбик два столбика с одним накидом в арку готово теперь я делаю две воздушные петли и еще два столбика с одним накидом в эту же арку вот что у меня получается вот такой аккуратненький уголочек два столбика с одним накидом две воздушные петли два столбика с одним накидом в это же отверстие и каждый угол в нашем вязание будет провязываться именно так теперь нам нужно провязать три столбика вот у нас в предыдущем ряду было три столбика 1 2 и 3 и все их мы не пропускаю будем провязывать вот 1 2 и 3 готова далее у нас снова идет угол в арку из 2 воздушных петель я провязываю 2 столбика с одним накидом делаю 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с одним накидом готова по следующей стороне мы тоже провязываем просто три столбика в каждый столбик предыдущего ряда снова угол два столбика с одним накидом 2 воздушные петли 2 столбика с одним накидом так для воздушной петли и два столбика с одним накидом готова и последняя наша сторона тут мы просто провязываем три столбика с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда 1 2 3 готова и остался у нас угол не привязаны 2 столбика с одним накидом 2 воздушные петли 2 столбика с одним накидом все второй ряд мы завершили дальше вязать нам некуда у нас нету свободных петель вот у нас идут 3 воздушные петли которые мы делали в самом начале нашего ряда вот у нас красивая первая петля 1 столбик с одним накидом вот над ним две дужки и прямо перед ним вот у нас 3 3 воздушная петля и вот в третью воздушную петлю мы делаем соединительный столбик так же как и в конце первого ряда так второй ряд полностью завершён теперь мы вяжем третий ряд и в третьем ряду мы будем менять цвет нити в первый раз я делаю 3 воздушные петли как обычно в начале ряда готова далее по этой стороне я провязываю столбик с накидом в каждую петлю предыдущего ряда делаю накид вот моя первая вот три столбика с одним накидом ой 3 воздушные петли прошу прощения вот они у меня они не такие корявенькие немного отличаются от столбиков и вот у меня первый красивый столбик в этот столбик я и вяжу 2 3 столбик с одним накидом и 4 вот мы опять дошли до угла угол вяжем как обычно так угол мы провязали провязываем 1 столбик с накидом в первую петлю делаем накид и во второй петле мы сейчас будем менять цвет нити я как обычно вытягиваю нить три элемента на крючке захватываю рабочую нить протягиваю через два элемента получился недоделанный столбик по идее чтобы довязать столбик с накидом нам нужно еще раз захватить нить и протащить через вот эти две но чтобы сменить цвет мы берем 2 моточек кладем кончик вот так на указательный палец оставляя немножечко сантиметров 10-15 нити подкладываем к нашему вязанию таким образом захватываем крючком уже коричневую нитку и протягиваем завершая этот столбик коричневым цветом отлично мы присоединили новый цвет теперь я делаю накид вставляю крючок в следующую петлю которая мне идет по порядку далее вот эти две ниточки которые у меня остались коричневая это наш кончик а зеленая которая у меня идет к матку который я только что вязала я их накладываю на крючок вот таким вот образом сверху на крючок чтобы их спрятать теперь я захватываю коричневую нить которая от матка у меня идет и делаю столбик обычный с накидом опять делаю накид под следующую петлю вставляю крючок накладываю на крючок также эти две нитки и делаю столбик и последний столбик накид ввожу крючок накладываю опять эти ниточки на крючок захватываю рабочую нить и вытягиваю захватываю рабочую нить провожу через два элемента на крючке и этот столбик нам нужно завершить зеленым цветом для этого я нахожу наш зеленый который мы с вами успешно прятали и просто меняю местами с коричневым вот коричневый который у меня идет к матку я им сейчас связала и я просто беру теперь коричневый кладу вниз а зеленые достаю и зеленым завершаю этот столбик готова теперь коричневые ниточки обе мы подтягиваем все теперь до угла мы вяжем зеленым цветом делаю накид вставляю следующую петлю крючок слежу чтобы коричневые ниточки у меня лежали на крючке таким образом мы их прячем делаю столбик с накидом следующий столбик накид ввожу крючок коричневые нитки подкладываю на крючок и провязываю обычный столбик вот что у нас получается значит здесь мы с вами сделали угол зеленым цветом потом вот у нас две зеленые два зеленых столбика далее у нас три коричневых столбика и опять два зеленых столбика и сейчас мы с вами провяжем угол не забываем прятать коричневые ниточки как обычно делаем два столбика с накидом 2 воздушные петли 2 столбика с накидом готова в этом ряду больше коричневого цвета не будет поэтому коричневую ниточку мы просто будем проводить вдоль вязания будем ее прятать а зеленым цветом будем вязать а кончик вот этот который остался у нас коричневый мы его сейчас просто откидываем сторону он у нас уже зафиксировался далее мы прятать его не будем я прокладываю коричневую ниточку параллельно нашему вязанию и начинаю просто вязать в каждый столбик 1 2 3 4 5 шестой и седьмой 7 столбиков по этой стороне мы провязали далее у нас идет угол угол готов далее 7 столбиков по этой стороне про коричневую ниточку незабываемо на все время у нас идет вдоль вязания сзади вот таким образом и сзади ее практически не видно вот она немножечко выныривает на ее можно подтянуть и я совсем не будет видно вот она у меня всегда вот я в петлю воткнулась и ниточка у меня тоже идет над крючком вот таким вот образом а а а а а а а 7 петель по этой стороне мы провязали далее идет угол готова и осталось две петли провязать до нашего конца ряда до 3 воздушных петель делаю накид 1 первую провязываю и вторую готова вот мы дошли до наших 3 воздушных петель в начале ряда которые у нас были и в третью как обычно я ее прокалываю и делаю соединительный столбик все третий ряд у нас завершён коричневую нитку вот мы здесь у нас брошена она потому что соединительный столбик мы не можем делать вместе с этой коричневой ниткой я сейчас обрежу вот эти два кончика коричневый и зеленый чтобы они дальше нам не мешали но вы можете отрезать их в конце работы я вот люблю все сразу отрезать вот коричневый кончик подтянули обрезали и зеленые серединке от закрытия нашего кольца отрезаем все никаких лишних ниток у нас больше болтаться не будет далее мы с вами начинаем наш четвертый ряд я возвращаю крючок на место начинается ряд с 3 воздушных петель как обычно готова я делаю накид и под первую петлю ввожу крючок нахожу нашу коричневую нитку накладываю ее на крючок как обычно и делаю обычный столбик коричневую ниточку немного подтягиваю чтобы вот здесь вот вот этот переход был максимально близко к нашему вязаному полотну чтобы нитка не топорщилась и дальше по этой стороне полностью я провязываю зеленым цветом и не забываю прятать коричневую и вести за собой вот я три столбика провязала после трех воздушных петель 4 столбик 5 и 6 опять дошла до угла угол как обычно нитку коричневую прячем делаем 2 с накидом 2 воздушные 2 с накидом готова вот тут первая петелька может немного прятаться но вы про нее не забывайте видите что у вас на ряд ниже вот здесь вот столбик и вот две дужки вот тут немножечко спрятаны их обязательно нужно провязывать не забывать про этот столбик и так я делаю накид вот в этот спрятанный на половину столбика завожу крючок и делаю столбик с накидом следующем столбике мы с вами поменяем цвет поэтому я вывожу зеленую нитку провязываю через 2 остается два элемента на крючке меняю цвет на коричневый просто вот таким вот образом перекручиваю против часовой стрелки вот у меня идут два цвета в зеленом я только что вязала достаю коричневый зеленый у нас идет вниз коричневая поднимаю наверх все и коричневым завершаю этот столбик зеленый подтягиваю немножко теперь у меня зеленый пойдет вдоль вязания а коричневым я буду вязать и теперь я делаю 7 столбиков коричневым цветом 1 2 3 4 5 6 7 меняю цвет не довязываю до конца опять перекручиваю достаю зеленый заканчиваю этот столбик зеленым коричневый подтягиваю теперь две петли делают два столбика делаю зеленым цветом 1 2 вот мы дошли опять до угла угол я провязываю как обычно угол у меня зеленый готова провязала теперь по этой стороне 9 зеленых столбиков в 9 мы будем менять опять цвет коричневый и не забываем прятать просто 9 столбиков с накидом 2 4 5 5 7 8 по 9 меняю цвет готова теперь до угла 2 петли я вижу коричневым цветом угол коричневым зеленый прячем 2 петли коричневый 1 1 2 меняем цвет коричневым подтягиваем зеленым вяжем 7 столбиков 1 1 2 2 3 4 5 6 7 меняю цвет 7 готов теперь два столбика до угла вяжу коричневый 1 2 коричневый угол и коричневым два столбика во втором меняю цвет 1 2 коричневый подтягиваю и 2 зеленых до конца ряда 1 2 все до конца ряда мы с вами довязали делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю таким образом завершая четвертый ряд вот что пока что у нас получается вот вот наше сердечко всегда начало ряда у нас вот сбоку вот готовим мотив и начало ряда у него вот здесь следовательно мы с вами вяжем вот таким вот образом приступаем к пятому ряду и и так пятый ряд как обычно начинаю с трех воздушных петель накид ввожу под две дужки первые петли захватываю нашу коричневую накладываю на крючок и провязываю столбик 1 2 3 4 5 6 буду менять цвет провязывание до конца меняю на коричневый 2 петли до угла провязываю коричневым цветом и так у меня закончилась коричневая нитка вот остался маленький кончик от предыдущего мо . поэтому я сейчас беру новую коричневую это можете не запоминать вам это необязательно делать просто провязывайте дальше как обычно угол коричневым но мне чтобы присоединить нитку я просто присоединяю к вязанию и захватываю уже провязываю заканчиваю столбик провязывать новой ниткой теперь делаю как обычно угол но теперь мне нужно прятать три кончика нити мало ли вам понадобится тоже во время вязания сменить нить закончится у вас не распускать же полностью квадратик поэтому вот вы знаете что делать и теперь всю эту сторону полностью мы провязываем коричневым цветом вот у меня три моих кончика которые я прячу у вас 2 вот три кончика которые я прячу у вас это просто одна зеленая нитка будет а у меня вот такое веселье вот и теперь просто по стороне я провязываю коричневым цветом первое вторая третья петля 4 это коричневая больше прятать не буду они уже зафиксировались продолжаю прятать только зеленую пятая шестая седьмая восьмая девятая десятая одиннадцатая двенадцатая тринадцатая тринадцатая четырнадцатая четырнадцатая предмет теперь еще две петли коричневое во второй будем менять цвет первое вторая меняем на зеленый теперь 7 петель цветом сердечко 7 будем менять обратно вам тари 4 5 6 7 меняет цвет до угла вижу коричневым цветом 6 петель коричневым готовы теперь угол готова опять 6 коричневых в шестом меняют цвет 5 и в шестом меняю в шестом меняю 5 и в шестом меняю 3 зеленых в 3 меняю цвет 1 2 3 меня цвет все зеленого у нас больше не будет поэтому его немного с запасом отрезаем моток чтобы он нам больше не мешал далее вяжем только коричневым но все-таки сейчас немного мы еще протащим зеленый за собой чтобы спрятать как обычно вдоль вязания до угла вяжем коричневым 6 петель вяжем углу далее зеленый можно не прятать просто его бросаем и заканчиваем ряд цветом нашего фона 1 2 3 4 5 6 петля последняя 6 все делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю в начале ряда готова пятый ряд у нас готов зеленую нитку мы можем обрезать подтянем ее и обрежем под корень все и последний шестой завершающий ряд а и вот у меня коричневый еще коричневые кончики тоже обрежу чтобы не болталась ничего все завершающий ряд полностью коричневый в каждую петлю ряда провязываем углы вяжем как обычно начинаем ряд с 3 воздушных петель и пошли в каждую петлю ряда больше зеленый прятать не нужно вяжется быстро вяжется удобно и встретимся с вами в конце этого ряда и так вот я заканчиваю вязать последний ряд делаю последний столбик последнюю петлю и здесь я соединительный столбик делаю не в третью воздушную петлю как мы делали в каждом ряду а здесь я соединяюсь в первый столбик готова обрезаю нитку оставляю кончик и вот какой красивый мотив у меня получился аккуратная изнаночка я уверена у вас получились тоже замечательные сердечки присылайте фотографии ваших мотивов мне директ в инстаграме будет очень интересно посмотреть на цветовые сочетания которые вы выбрали если остались какие-то вопросы если что-то непонятно пишите здесь в комментариях или в директ в инстаграме на все обязательно отвечу сниму еще кусочки для вас видео тех моментов которые вам были непонятны и все обязательно расскажу покажу чтобы у вас точно все получилось спасибо вам огромное за просмотр хорошего вам настроения до свидания